Здравствуйте! С вами Александра Винниченко и программа «Сады и огороды Приморья». В новогоднем выпуске поговорим о том, как наполнить дом атмосферой праздника. Попробуем соление и варенье, припасенные к праздничному столу. А еще выберем на дачном участке правильное место для елки. В последние годы ландшафтные дизайнеры предлагают огромный выбор хвойных растений. К примеру, можно посадить многовершинную ель, которая почти не растет в высоту, зато образует хвойные шары и подушки. Можно выбрать сосну с кудрявой хвоей или лиственницу с плакучей кроной. А еще есть разные можжевельники. Как правило, на дачном участке растет пихта или ель. Мы принесли ее из леса, чтобы встречать Новый год, нарядив во дворе свою живую елку. Мы же не думали, что она накроет своими могучими ветвями половину участка и перерастет дом. Как избежать ошибок при посадке хвойных растений, расскажет ландшафтный дизайнер Виталий Коченков. Участки 10-15 соток и на нем садить ель, то есть надо садить на отдаление от дома. А здесь, может быть, было бы уместнее садить можжевельник твердой колоновидной формы, подбить его там можжевельником саржента или можжевельником даурский, это стелющаяся форма. Ну и сформировать здесь какую-то группу хвойных растений на месте вот этой ели. А ель можно посадить подальше от дома, потому что ель надо наблюдать с большого расстояния, тогда она смотрится красиво и хорошо. Это пихта цельнолистная, это дерево, которое достигает 55 метров в высоту и 2,5 метра в диаметре. А для посадки в данном месте, ну, оно может быть, но рекомендации подальше относить от построек дома, потому что будет давать затенение. Рядом с домом – неправильно. А если посадить ель или пихту рядом с зоной отдыха, между фруктовым садом и беседкой? Ну, это тоже не совсем удачное расположение. Зона отдыха, да, это замечательно. Ель должна быть, или хвойная вообще, то есть около зоны отдыха, все это смотрится эффектно, но тут же находятся плодовые деревья, которые должны быть на расстоянии, ну, хотя бы, то есть 5 метров. Им должно быть достаточное освещение, чтобы были плоды. Ну, вот тоже плохо, что два хвойника находятся рядышком. Это два больших дерева в будущем, и, то есть, если делать живую изгородь, тогда да, но в то же время ее, значит, надо застригать и надо садить где-то вдоль забора, чтобы можно было закрыть. А в данном случае, конечно, надо убирать, рассаживать все это, и тоже на большие расстояния. Вот еще один пример посадки кедрокорейского на участки. Это тоже большое дерево, но здесь вот сделано в виде живой изгороди. Да, оно имеет право быть, но это тоже очень большие деревья. И в дальнейшем, то есть, и соседи все это вымахают, ну, порядка 20 метров высотой. И расстояние тогда между посадкой, между кедром надо увеличить. И или придется человеку подрезать это, или убирать. В общем, из лесу елочку взяли мы домой, а дизайнерам наша идея совсем не нравится. Так есть ли правильное место на участке, где елка будет расти нам на радость, ничего не заслоняя и не угрожая порвать фундамент садового домика мощными корнями? Ну, вот это вот правильное решение применения хвойников. Здесь, сзади меня, то есть, сделана как бы кулиса из хвойников, загорожен проезд на территорию, то есть, лишний взгляд не посмотрит. И в то же время зелено красиво. И в дальнейшем там затенение, то есть, не идет, а идет газон, где, в принципе, и перспектива есть, и отдельно вынесены плодовые деревья, которые ничего не мешают друг другу. Ландшафтный дизайн, надо сперва представлять стороны света, где что будет находиться, где будет беседка, где будет дом стоять, где будет зона отдыха, где будет у вас газон. Соответственно, куда какая тень упадет, расстояние от дома, от забора. И потом уже, то есть, на основе этого уже делать посадки. Вы смотрите телеверсии журнала «Сады и огороды Приморья». Редактор журнала Надежда Бражина предложила читателям поучаствовать в конкурсе. На последней странице – подборка шишек. Тем, кто отгадает, где эти шишки выросли, полагается новогодний приз от питомника Лазовой Геннадия Гороховского. Условия конкурса на второй странице журнала. Накануне праздника у кого-то возникает вопрос – где лучше встречать Новый год? Для заместителя председателя Союза садоводов Владивостока Ольги Яриковой этот вопрос решен давно. Только в кругу семьи в загородном доме на Соловей-Ключе. В начале декабря стараемся уже привнести такое новогоднее настроение в дом. Повесить гирлянды, поставить ёлку. Ну, как-то вот хочется чуда, праздника. Мне кажется, Новый год – это такой чудесный праздник. Во-первых, ну, очень часто сбываются мечты в Новый год. Ну, по крайней мере, у меня. Если действительно это желание, оно идёт изнутри, да, то оно действительно сбывается. Нравится, когда какая-то игрушка какие-то в тебя воспоминания, да, выносит. И если есть возможность купить что-нибудь интересное, то всегда воспользуйтесь этой возможностью. Например, вот эта вот игрушка, она прям просто шикарная. Я её обожаю. Всегда вешаю на... Она вот такая вот у нас. Всегда вешаю на видное место. Привезли мы её с Праги. Там есть злата улочка. И вот там продаются прям очень красивые игрушки. То есть вот это вот чемоданчик с Праги. Какие-то игрушки дарят друзья. Ну, тоже, я считаю, звездочёт очень такой интересный. То есть как бы такой... Есть, конечно, игрушки совсем старинные. То есть если посмотрите, да, то есть, например, вот этому шарику, наверное, уже лет 30. То есть как бы это наше советское, как говорится, такое прошлое. За город на Соловей-Ключ семья Морозовых перебралась несколько лет назад. Тогда в доме кроме Света не было никаких удобств. Да и дом ещё нужно было достраивать. Но Ольга отважно начала налаживать быть семьей и создавать уют для своих мужчин, мужа и трёх сыновей. Проблема в голове. И если человек к чему-то, как говорится, когда он хочет, он найдёт тысячи возможностей. То есть есть Свет, всё. То есть это, можно сказать, одна глобальная проблема решена. А вода у нас скважина. Кто-то делает колодец. То есть, ну вот, септик – это канализация. То есть, в принципе, при желании можно сделать всё, что угодно. Я очень люблю свой дом. Я вообще люблю это место. Вечером практически, ну, если уж совсем там не устала, ну, что, прям не падаю, да? Я приезжаю домой, я зажигаю свечи, я разжигаю камин. И для меня это прям вот ощущение дома. Ещё один штрих в праздничной атмосфере – это аромат миндального печенья, которое печёт хозяйка дома. Ну, семья у нас большая. У нас три сына и муж, как говорится, и я. Также у нас две собаки, кошка, 20 куриц. Короче, хозяйства хватает. И я очень люблю печь. Я просеяла вот сюда уже два стакана муки. Дальше мы добавляем миндальную муку. Она придаёт такую немножко рассыпчатость печенькам. Очень-очень такая хорошая получается. Получается две ложки столовых миндальной муки. А ещё для теста нужно 6 столовых ложек тростникового сахара, ложку мёда, щепотку крупной соли, которая будет попадаться в печенюшках, добавляя им пикантности, желток одного яйца, пачка мягкого масла, который нарезается ножом, горсть вяленой крюквы и дроблённый миндальный орех. Так, а сейчас за дело возьмётся вот этот вот аппарат волшебный, который мне очень нравится. Если бы его не было, я бы в разы меньше пекла. Тесто с ним очень приятно работать. Оно такое прям мягкое, пластичное. Много вот такое вот оно получилось краплениями и миндаля, и клюквы. Не знаю, всех же Новый год ассоциируется с какими-то запахами, да? Наверное, у нас он из детства ассоциируется с мандаринами, да? Которые, в принципе, не так много было. Ну вот, это сейчас в магазин заходишь, и тебе абхазские мандарины, корейские, китайские, японские. То есть, ну, смотря в какой магазин, да? И до тогда у нас в подарке было яблоко и один мандарин. И ты ему так радовался. Не знаю, у меня такое воспоминание с детства осталось потрясающее. Когда училась в первом классе, это был 92-й год, один из пап нашего одноклассника, он работал в море. И он нам всем привез такие вот всему классу, сколько нас, наверное, человек 20 было, вот такие вот коробки с Кореи, с подарками. И, ну, мы тогда вообще о таком даже и не слышали, а они вот, он привез всему классу такие вот подарки. И вот у меня это воспоминание, наверное, с детства, вместе с мандаринами осталось до сих пор. Теперь можно звать главного помощника, младшего сына Сергея. Моя мама очень хорошо печет печеньки. И запах идет. Ну, когда мы с катка, с братьями уходим, заходим, и пахнет прям печеньками миндальными. Выпечка домашняя, да, особенно какие-нибудь печенюшки, она даже как-то лучше, чем какой-то торт, над которым ты там трясешься, там, он может получиться, может нет, да. В принципе, печенье, они получаются в любом случае. То есть, поэтому пеките, и даже запах вот этого домашней выпечки, он привнесет в ваш дом какую-то атмосферу такого новогоднего настроения. Вы смотрите программу «Сады и огороды Приморья». У меня в руках новогодний номер журнала. Здесь есть подсказки начинающим садоводам, как заложить оптимальный сад. Рассказ о калах, советы кролиководам, и не забывайте про конкурс шишек, ведь победителя ждет приз. Новый год — это праздник, в котором веселье неотделимо от большого застолья. А что служит главным украшением стола для садоводов и дачников? Конечно же, домашние заготовки. Пришло время пробовать. А еще любоваться банками, которые председатель СНТ «Дальневосточный садовод» Елена Лушина нарядила в специальные одежки. И теперь у нее любая банка — новогодний сюрприз. И тут у нас начинается поле чудес. Мы начинаем делать вот так, и у нас получается такой вот фокус. Консервация для меня — это как-то сложилось, как в 90-е годы голодные. Мы просто хотели выжить и накормить семью. Мои дети меня называли «белкой», потому что в каждом углу у нас стояли какие-то банки. А потом, когда вот у нас суперурожай уже пошел, и вот его некуда было деть, у нас появился отдельный вид искусства, куда банку спрятать в квартире, чтобы она не портила внешнего вида. И вот так вот у нас получились вот такие банки интересные. Ну и потом всегда под крышечкой сюрприз, как говорится, потому что иногда кто-то там пошел посмотреть, а что у тебя там. И вот как ребенок маленький, один колпачок снял, заглянул, второй, третий. Это же все интересно. Ну а там всякие разности. Тут тебе и компотик, тут тебе и лечо, тут тебе и тещин язык из кабачков. А по примеру белорусов я даже пробовала картошку консервировать, очень даже вкусно получается. Ну не отдельно картошку бы делала, я делала, тушила все это дело, но картофель там присутствовал. Ну вот у нас получился такой кот Матрёскин. Ну к нему еще бы полагали все остальные герои, но пока только хватило на одного кота. В этом году Елена связала еще и хозяйку 2020 года. Кому как незапасливой крысе хранить и оберегать зимние припасы. Зверушка получилась симпатичная, а смастерить такую почти то же, что и связать мужской носок. Вот мы ее вяжем. Это банальная пяточка в носке и получается голова. Вот, вот она, обыкновенная пятка. Вот он клубочек. Получается обыкновенная пятка, как в носке. Когда мы дошли до этого места, мы все это дело сократили, как захотели, и у нас получилась крысинная мордочка. Ну, потом глазки, потом носик и последний штрих. Значит, мы набиваем туда вовнутрь специальную набивку. Она продается в магазинах, чтобы придать форму. И у нас получается... Ну, и ушки, естественно, мы потом крючочком привяжем. Вот. Если вы немножечко получше владеете спицами, вы можете связать вот такую одежду для крысы, да. Это уже не просто крыса. Это уже, если кто помнит, в детских садах раньше был такой театр кукол. Поднарядными одежками консервы на любой вкус. По фиозам у нас было, когда мы варенье из перца варили. Потому что у меня сын повар, и его практически нечем удивить. Вот. И тут мне попался рецепт варенья из сладкого перца. И я сделала одно сладкое, а одно острое. Вот. И когда я знакомым предлагала попробовать, все говорят, что это, ну, сладкое это, да, варенье, что-то, что-то за ягода такая интересная, что это ты там сварила. Когда я говорила, что это перец, это вообще никто не верил. А острое я для наших мужиков под шашлычок. Вот. И вообще, как отдельная тема, из ягод делать соусы для мяса. Другая отдельная тема – сладкие медведи Елены Лушиной. Как-то в садоводческом магазине она напала на сувенирные баночки. Начиналась серия с трех медведей. Ну, как же три медведя может быть у хозяйки на кухне, и у нее 33 ведра ягоды. Вот с шоколадом чернослив, ну, черная обыкновенная слива, есть же еще желтая там алыча, допустим. Это слив, это миндальная косточка и шоколад, вот, например. Это у нас яблочное пюре с какао. Это у нас две баночки, это ежевика, и иногда еще получается ежевика с малиной. Микс. Это у нас вишенки, варенье. Это у нас яблочное пюре с белым шоколадом. Ну, что мы с вами все говорим о вкусностях, о красивостях, давайте уже пробовать, снимать пробу со всего. Давайте вот, например, компотик у нас есть. Это, наверное, яблочный у нас виноградный. Такой красивый цвет. С наступающим Новым Годом! Конечно! Новый Год – это всегда новая страница в жизни каждого человека. Устальший за лето дачник говорит, что он весной уже на дачу либо не ногой, либо все заасфальтирует и поставит в ангал. Ну, это буквально, я вам честно скажу по себе, это до 10 января. В крайнем случае, до 15-го прошли новогодние праздники, уже начинаются семена, подготовка, какие-то мечты, планы, обмен мнениями. И если взять локальные планы, то есть лично мои, мне хотелось бы в этом году освоить еще какой-нибудь новый вид растений на даче. А глобальный план у меня для дачи, у нас есть такая программа «Персик Лайт». Мы уже можем даже и урожаем немножко похвастаться. А когда мы научимся неукровные выращивать, может, мы уже перейдем на высшую ступень – укровные. То есть персиком в Приморье все-таки жить. На этом наша программа подошла к концу. С Новым Годом вас, дорогие читатели и подписчики журнала «Сады и огороды Приморья». Обещаем, что скоро выйдет новый номер, посвященный семенам и рассаде. Так что за большой урожай 2020 года будем биться вместе. Редактор субтитров А.Семкин